Девушки отдыхают Он признан как политик, лидер номер один. И мы ему верим, и ему весь мир верит. Он еще лет 15-20 проживет и будет. Вот и все и будет, что я и поддерживаю. Когда не уйдет, он наведет божественный порядок. А пенсия у вас какая? Пять тысяч. Пять тысяч. За квартиру хватает заплатить? Плюс блокадная забыла еще сказать. А на еду? Нет. А на дорогу? Нет. Что тебе надо? Что ты приебался ко мне? Что? Я люблю Путина. Здравствуйте! Хотим родину защищать, чтобы в нашей России никогда ничего не случалось. Красная армия идет к Берлину. Собирайте фашистов в кучу. Там сидят американские спецы, которые готовят к 100 Heather McDonald's. Они готовят новые бактерии для того, чтобы травить все русское народное и вытравливать нашу державу. Вы, Запад, вот это там что-то, дули какие-то крутите, остановите. Сномерс говорить не хотят? У нас какие мысли? Следующий шаг. Украина в НАТО. Нас никогда об этом не спрашивают. Россия ответит на санкции империи лжи. Именно так Владимир Путин назвал коллективный Запад сегодня. Мы знаем, как этот так называемый Запад ведет себя по отношению к России. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Украина имени Владимира Ильича Ленина. Вот Запорожская сечь, по сути, вошла в состав империи. Они же не входили, как украинцы. Русские. Позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей. Наш единый народ, а я считаю, что белорусы, русские, украинцы – это единый народ, много раз об этом говорил, много раз. Результат референдума 2014 года – еще не только возвращение исторической справедливости, восстановление исторической справедливости. Никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Это стопроцентное российское изобретение. А детали? А детали, к сожалению, иностранные. Подергали – не получилось. Спутник «Метеор-М», который запустили сегодня с космодрома «Восточный», не вышел на расчетную орбиту, связь с ним потеряна. Крушение прогресса. Космический грузовик, который должен был доставить груз на МКС, потерпел аварию и сгорел в атмосфере. Слава Богу, что мы живем в России. Перестали открываться сайты Deutsche Welle, Медузы, BBC, Радио Свободная Европа и его других проектов «Голос Америки». Кроме того, ряд СМИ самостоятельно объявили о закрытии. Например, известное уральское издание «Знак.ком», независимый томский телеканал «ТВ-2». А редакция лайфстайл-издания «The Village» объявила, что по соображениям безопасности продолжит свою работу из Варшавы. Накануне, напомню, о временном закрытии объявил телеканал «Дождь». Была закрыта радиостанция «Эхо Москвы». Блокировка связана якобы с распространением фейков о происходящем в Украине. Политический режим, прежде всего, напоминает поздний совок, то есть это 80-е годы. Все запуганы, все молчат, все, кого можно было заткнуть, уже заткнулись или уехали на Запад. За распространение лживой информации будет до трех лет. За распространение информации, организованной группой лиц и специально созданной информацией до 10 лет. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Надо понимать, что это не война с Украиной и украинским народом. Это не война с Украиной. Это военная операция по защите ЛНР и ДНР, по деноцификации и демилитаризации. Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуры, подлежат немедленному уничтожению. Продолжение следует...